В этот период каждая игра Евролиги приобретает особенное значение. Каждый забитый мяч на вес золота. Это актуально и для химок, и для жальгерис, которые в начале сезона ставили перед собой амбициозные цели, но пока к ним не приблизились. Интересно прошедшая игра и тем, что руководил химками новый тренер Римас Куртинайтис. Он уже занимал этот пост с марта 2011 по март 2016. Команда в этот период достигла больших успехов. Все ожидания болельщиков от нынешней встречи оправдались. Химки начали активно. Первые очки заработали Томас и Крокер, но литовцы не отставали, и вскоре отрыв химчан сошел на нет. В первой четверти обе команды показали, что могут не только хорошо атаковать, но и стоять в защите. Счет 13-13 продержался несколько минут, но рывок в конце был сделан. Первая четверть завершилась со счетом 19-17 в пользу желто-синих. Вторая 10-минутка протекала в похожем ключе. Борьба на площадке была равной. На атаки химок Жальгерис отвечали достойно. Вскоре начал проявляться и нерв этой игры. Литовцы получили технический фолл и, кажется, этот эпизод в дальнейшем пошатнул уверенность Жальгериса. Вскоре химки усилиями Вяльцева вновь вышли вперед с преимуществом в 6 очков, но концовка первой половины осталась за гостями. После большого перерыва спортсмены Жальгериса выглядели лучше. Когда разрыв достиг 6 очков, Римас Куртинайтис взял таймаут. Но на ход матча это не повлияло. Литовцы завершили третью четверть с преимуществом в 9 очков – 47-56. А вот то, что произошло в последней 10-минутке, было неожиданным для всех, особенно для химок. Все удары желто-синих получались, и защита отрабатывала отлично. Для начала Крокер набрал 8 очков подряд. Затем решающий удар нанесли Микки и Томас. 5 очков набраны химками за одну атаку, и гости сломались. Окончательно приговорила их трешка Марковича. В матче регулярного чемпионата Евролиги подмосковные химки на своей площадке красиво обыграли литовский Жальгерис – 74-64. В ближайшее время подмосковная команда проведет две игры на выезде, а 28 февраля в Мытищах примет Олимпию Милан. Анна Масоликина, Олег Степанов, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова